ПЦУ, планирует переход на новый календарь. Можно ли будет отмечать праздники по старому стилю? Сегодня, 24 мая, состоится архиерейский собор ПЦУ, где поднимут вопрос перехода на новый календарь. Иерархи убеждены, что решение будет принято. Однако возникает другой вопрос, является ли переход на новый календарь принудительным? Ответ на этот вопрос дал митрополит Переиславский, и Вишневский Александр, Дробинко, в эфире телемарафона Дин Новини. Что известно о переходе на новый календарь. В настоящее время иерархи, рассматривают возможность перехода на новый иерархи календарь. Он почти полностью совпадает с Григорианским. Кроме того первым пользуется большая часть православных церквей, константинопольская, греческая, румынская, польская. Юлианским календарем в свою очередь пользуются Российская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская православные церкви. Завтра, 24 мая, редакция. Этот вопрос, будет вынесен на обсуждение архиерейского собора, который будет проходить в трапезном храме, в Киево-Печерской лавре. Будут присутствовать все епископы, которые проводили на местах, обсуждение этого вопроса со своей паствой, священниками, верующими, говорит митрополит. Он убежден, что решение о переходе будет принято, по крайней мере, большинством. Думаю завтрашнее решение всего епископата, будет таким же, если не единогласным, то подавляющим большинством, будет принято решение о переходе, по ЦУ, на Ново-Иулианский календарь, говорит Александр. Обязательно ли верующим придерживаться нового календаря? Вместе с тем Дробинка отмечает, что решение о соблюдении Ново-Иулианского календаря, будет не обязательно для всех, то есть принудительно его навязывать никому не будут. Таким образом, если определенные приходы, захотят совершать богослужение по старому стилю, который действует сегодня, они смогут это свободно делать. Зачем изменять календарь? Ранее настоятель Православной Церкви Украины митрополит, Епифаний сообщал, что в мае, по ЦУ, проведет архиерейский собор, где обсудит вопросы смены календаря. По его словам, внедрение этих изменений, позволит избежать смещения недвижимых праздников. Воплощение этой реформы, прежде всего позволит перейти, на более точный календарь, и избежать в будущем постепенного смещения недвижимых праздников. И хотя на этом пути еще остаются некоторые трудности, убежден, что с Божьей помощью мы их решим, говорит митрополит. По новому календарю, прихожане, по ЦУ и УГКЦ будут праздновать Рождество, в один день, 25 декабря. Но вычет даты Пасхи будет производиться без изменений. Это значит, что праздновать этот день Рима католики и православные, будут по-разному. Ранее мы рассказывали, могут ли прихожане УПЦ МП, пройти обряд крещения в ПЦУ. Продолжение следует...